Традиции с Сергеем Михеевым Одного из самых великих праздников православной церкви В канун Троицы Которая в простонаречии называется Троицей И я лично считаю этот праздник Одним из самых вросших в народную традицию Он хорошо известен Люди знают его даже те, которые не выцерковлены И даже не очень верят, но знают Поэтому, если можно, давайте начнем от чего А что же такое Троица? Потому что, мне кажется, для многих вообще это не сильно понятно Даже для людей, считающих себя верующими, православными Часто, ну, скажем там, условно говоря, мы верим Но, может быть, хоть как-то попытаться это объяснить Если можно, вот так вот я вот прям зайду, так сказать, по гамбургскому счету С козырей Да Ну, вообще, на самом деле, мы, христиане, не только православные Верим в три единого Бога Отца, Сына и Святого Духа Которые есть одновременно Единый Бог в трех лицах Очень сложно и, на самом деле, непонятно Но у нас, вообще, у людей есть такая замечательная традиция Если есть какое-то объяснение, значит, все понятно Да, спрашивают, что такое крокозябра? Да, это такая брахмапутра? А, ну, ясно Так вот здесь Здесь очень важно, что, с одной стороны, христиане – это единобожники Да, мы восходим к традиции авраамидской Мы верим в единого Бога, одного Бога Символ веры начинается со слов «верую во единого Бога Отца, Вседержителя», то есть в одного Бога Однако этот Бог не так прост Как кажется, например, мусульманам или иудеям Он есть любовь Любовь не по отношению к кому-то внешнему Допустим, к нам, людям, например Или к своему творению А по отношению к самому себе Вообще, можно подробно и долго рассказывать о том Как христиане понимают Бога Троицу Если вы считаете это нужным Я могу сейчас эту тему развернуть Это не имеет прямого отношения к празднику Давайте, может быть, по ходу мы к ней К этой вещи вернемся Потому что, на самом деле, само название «Праздник Святой Троицы» – это Чисто русское, на самом деле, название И, я бы даже сказал, не совсем так вот Богословски точно выверенное И идущее, имеющее своим началом, на самом деле Примерно XIV век Время преподобного Сергия Радонежского Окончательно утвердившееся в таковом названии Вот в той самой иконе Ветхозаветной Троицы Которая лежит у нас в этот день В большинстве храмов на центральном аналоге Только в XVII веке Хотя праздник действительно величайший Он относится к одному из трех самых Значимых христианских праздников Соответственно, Пасха Крещение-Богоявление Как единый некий праздник Между которыми святки находятся И праздник, который с точки зрения церкви Правильно, если так вот Опять-таки по гамбургскому счету Называется праздником Сошествия Святаго Духа На апостолов или Пятидесятницей Он празднуется через семь седьмин То есть через семь недель После праздника Святой Пасхи И только вот, как я уже сказал Более позднее время В XIV-XIV по XVII век У него утвердилось вот такое название Причем сначала Братья Лавры Преподобного Сергия Праздновали Троицу На следующий день То есть на тот день Уже на понедельник Тот день, который сейчас Называется Днем Сошествия Святаго Духа В смысле Днем Духов День он называется День Святаго Духа Его называли братья Лавры Преподобного Сергия Как раз Днем Святой Троица Потом название Святая Троица Переехало на Пятидесятницу А вот этот день Понедельника Стал называться Духовым Днем Как день вот Третьего лица Святой Троицы День Святаго Духа Вот такая хитрая На самом деле запутанная история Важно понимать Что мы празднуем в этот день А в этот день все-таки По сути мы празднуем Событие, произошедшее в Иерусалиме На 50-й день После воскресения Христова Когда в Иерусалиме праздновался Тот самый только ветхозаветный праздник Семи седьмин Как он называется у евреев Или Пятидесятница Как он называется В греческой еврейской традиции В Саптуагинте Вот поэтому и правильное название Как бы и так и так И это тоже считался Одним из самых значимых праздников Ну в частности Можно заметить Что в этот день Согласно Ветхому завету Каждый благочестивый иудей Должен был быть в Иерусалиме Всего таких дня было Три Вот у нас тоже есть Три праздника Рождество, Пасха И Пятидесятница Троица У них тоже было Три таких праздника Это праздник Пасхи Это праздник Кущей И это вот этот праздник Семи седьмин Он на самом деле Носил всего лишь Такое вот Земледельческое значение В этот день Первые Первая жатва совершалась И соответственно Приносились начатки Вот то самое Что мы сейчас На преображение Там яблоки приносим Например Или там мед Или там ореховый Спас маковей На Украине распространен Когда мак приносится Вот те самые начатки Первый урожай Вот самый-самый первый урожай В Палестине Приходилось как раз На вот приблизительно Семь недель после Пасхи И вот он приносил Такой земледельческий Характер Вот И соответственно Ну вот важно было Всем быть в Иерусалиме В этот день В Иерусалиме Собралось полно народу Не только жителей Иерусалима Но вот и тех самых Пришедших В том числе Из дальних каких-то мест Поскольку Вообще надо понимать Что у иудеев Отношение Вот такое Храмовое благочестие В корне Отличалось От нашего И храм был один У нас в каждом селе Храм В деревне храма нет А вот в селе уже есть А в городе И помного храмов Да А в Москве вообще Сорок-сорок И каждая церковь Это храм В Иудейской традиции Храм только один И вот вся эта История с храмовой горой Современная Вся эта политика С мусульманами Да У них там Мечеть Алякса А у них должен стоять храм И Ну ладно Там действительно Для нас У нас тоже есть Значимые храмы Да Допустим Святой Софии Да И вот Для нас тоже боль такая Что сейчас там мечеть Но все-таки мы понимаем Что храм не один Храмов много Пусть даже это Какие-то Знаковые Памятные Очень важные Для христиан Храмы Ну вот А у них один И Поэтому вот Три раза в году Надо было быть В Иерусалиме Ну желательно Понятное дело Да Естественно Не было Ни скоростных поездов Ни самолетов Там ни еще кого-то И так вот Издалека-то приходили Не каждый год На все три праздника Но Приходили Многие По крайней мере Приходили И в этот день Состоялось Такое вот Знаменательное событие Когда Это 10 дней После вознесения 40-й день Вознесения 50-й день Сошествия Так дух На апостолов Когда апостолы Собрались В той самой Сионской горнице Место известное И показываемое Сейчас паломникам В Иерусалиме Тоже И Сделался Шум Как бы От сильного ветра Как повествует Нам евангелист Лука В книге Деяний Святых апостолов И явились Как бы Подчеркиваю Как бы От сильного ветра Как бы Огненные языки Почили на каждом Из находящихся В этот момент В горнице И дальше Свершается Так удивительное чудо Каждый из присутствующих Начинает говорить На разных языках Которых они До этого не знали А поскольку Ну Мне сложно сказать Я на самом деле К стыду своему Должен признаться Что я не был В Иерусалиме ни разу Только на картинках Я тоже Вот И да И в общем Даже Ну был Кто-то был Не был Не был Я слышал например Что Сергей Радонежский Тоже не был в Иерусалиме Да И у меня как-то Вот еще по молодости У меня было такое стремление А сейчас думаю Ну Подобен Господь Буду Нет Ну Ничего такого Вот так вот Но Улицы там узкие Вообще народу Не протолкнуться На большие праздники И Вот этот шум Эти языки И эти языки В смысле Разговоры Громкие Причем Значит Некоторые люди Видели апостолов Находящиеся В состоянии В состоянии Которые Можно назвать Красивым Греческим Словом Энтузиазм Или Одержимость Духом Святым А некоторые Вот Смотрящие на них Так издалека Говорили Они напились Сладкого вина То есть вот Хотя на самом деле Ничего они не пили Да То есть они в таком вот Возбужденно Приподнятом состоянии Вот как я сейчас Несколько возбужден Да Но если умножить Так на 10 То наверное Вот как-то Вот это можно Себе представить Такое вот Состояние Необыкновенного Духовного Подъема Выражающегося Возможно Даже в каких-то Вот и Внешних Проявлениях Вот у меня Вчера домой Прихожу вечером А у сына Температура поднялась Я сразу понял Что у него Температура поднялась Не сильно До 38 Потому что он Разговаривал Быстрее чем обычно Ну то есть я вижу Он разговаривает Немножко То есть он возбужден От температуры Это еще не та температура Которая его Сбивает с ног Что называется Ну а это чувствуется А тут вот Представьте Дух Святой На людей сошел Да и они в таком Вот возбужденном Может руками размахивали Может еще что На иконе Правда смирно сидят Но непонятно Что там было до конца Вот по описанию Так что некоторые Приняли их за то Что они даже напились Вот И Каждый Из находящихся Вот Тогда в Иерусалиме Слышал апостолов Говорящих на Их наречия И свидетельствующих Как пишет О дивных делах Божиих То есть вот такая вот Сцена Когда идешь ты себе По улице Иерусалима Вдруг И видишь Что в каком-то доме Начинается шум Там какой-то огонь И вдруг ты Видишь Что там люди говорят И обращаются Прям к тебе Не знаю Как это вот Технически происходило Вот И ты слышишь их Вот пришел ты Какой-нибудь Из Парфии Там Или еще Откуда-нибудь Кстати Книга Диани Перечисляет Эти места Откуда Иудеи Ассимилировавшиеся Ну как например Знаете Вот русские евреи Они тоже На иврите Не особо Если специально Не изучают И не разговаривают То есть они не рождаются С сознанием иврита Да И вот так И в то время То есть люди жившие Будучи Отождествлявшие себя Все-таки Иудейством И считавшие себя Иудеями Они вот Вдруг слышали Людей Говорящих Вот на тех родных языках В местах Которых Они родились А дальше Апостол Петр Возвышает свой голос И говорит Проповедь После которой Присоединяются К апостолам Три тысячи человек Наверное Это самая эффективная Проповедь Ну по крайней мере В древнем мире Когда да Ни интернета Ни радио Не было Когда вот так вот Разово Вдруг в результате Каких-то слов Люди абсолютно Не подготовленные И не пришедшие Специально Слушать проповедь Вдруг три тысячи человек Присоединяются к церкви И этот день Считается Для православных людей Днем рождения церкви Потому он так значим Потому он так велик Ну Действительно Входящий Вот в эту самую Тройку Самых Значимых праздников Это отражено И в богослужении Это отражено В множестве Моментов Ну и в народном Почитании Само собой А что означает Днем рождения церкви Вот если Немножко Так сказать Шире Да Ну да Они начали говорить На языках Да Была проповедь Но проповедь Была и у Христа Проповеди Наверное были и раньше Да А почему Именно это Воспринимается Ну и скажем Считается Днем Вот Рождения церкви Если чуть поподробнее Да Это вообще На самом деле Такой вопрос Что называется Законный И ответ на него Достаточно простой Тоже очевидный Когда Христос Был со своими Учениками Там все было понятно Есть учитель Которого они С какого-то момента Там после трех лет Начинают считать Мессии Богом Дальше следует Его торжественный Вход в Иерусалим Смерть На кресте И воскресение Свидетелями которого Было ограниченное Количество людей Причем сами апостолы Не говоря уже Про первые Про великую субботу День без Как бы Христа Даже после воскресения Они Являются Испуганными Прячущимися Людьми Такого Маргинального Совершенного И поведения И свойства И об этом Это прямо подчеркивает Священное Писание Что они Когда собирались вместе Они закрывали Все замки Какие только можно Они сидели Тише воды Ниже травы Они боялись Что то самое Преследование Которое Вот То что произошло С их Богом и Учителем Коснется их И Соответственно Вот они Так вот себя вели А тут вдруг Значит Они сами Преображаются Они начинают Свидетельствовать И проповедовать В том же самом Иерусалиме Там Проходит Вот Всего-то Пятьдесят дней С момента Воскресения Христова И они Превращаются В пламенных Проповедников Которые Ничего не боятся Которых Все слушают Которые Которые Соединяют Вокруг Себя За Дни Недели Месяц Уже Тысячи Десятки Тысяч Людей Которые Открыто Это делают Да В какие-то Моменты Они вступают Достаточно Жесткое Противодействие С Синодрионом Но Все-таки Хотел бы Напомнить Что Для Ветхого Завета Слово Секта Значит Совсем Не то Или ересь Совсем Не то Что Оно Значит Для нас Да Для нас Секта Ересь Это Какое-то Чужое Учение Это Какие-то Прям Враги Вот А Тогда Сектой Считались Люди Еретиками Назывались Люди Которые Просто Придерживались Самых Разных Мнений Все-таки В иудаизме Что Главное Что Ты Еврей И То Что Ты Веришь В Единого Бога Это Как бы Ключевая Тема А Вот Ты Можешь Верить Воскресенье Ты Можешь Не Верить Саддукеи Не Верили Вообще В Посмертие Души Они Считали Что Жизнь Ограничивается Здесь И Сейчас А Вот Фарисеи Верили Ивангела И Духа И Вместе Они Заседали Все Традиции С Сергеем Михеевым Это программа Традиции Сергей Михеев И Я напоминаю Что у нас в гостях Отец Максим Первозванский Протерей Русской Православной Церкви Клирик Московского Храма 40 мучеников Севастийских В Спасской Слободе И мы говорим О празднике Троицы Одном Из самых Главных Праздников Православной Христианской Церкви И Вот Как раз Обсуждаем Его Ну И скажем Конву Событий И что Он означает То есть Правильно я понимаю Что с этого момента Собственно Начинается миссия Да Совершенно Справедливо Начинается миссия Начинается массовое Присоединение Тех людей Которые не являлись Учениками Христовыми Которые там Не видели Не слышали Не знали Вот И происходит Это благодаря тому Что В мир Если можно так сказать Вот пафосно Простите за это Пафос Сходит Святой Дух Сходит Причем Ну как бы Дух Святой Везде существует И все собой наполняет Как говорится В молитве ему В Царю Небесной Утешителю души истины И же везде сый Везде существующий И вся исполняя Все собой наполняющий Но В отличие Например От ветхозаветных Пророков На которых Дух Святой Сходил И Использовал их Фактически Просто как Передатчик Если можно так сказать Ну Противное слово Совершенно неотражающее Ну вот В современной культуре Если какой-то аналог найти Представьте себе Что вот там Кто-то овладевает Человеком И через него говорит А человек просто Как вот Передатчик Как тряпочка Как ретранслятор То есть Такое сущностное Природное Соединение Бога и человека Было невозможно Но оно произошло В Иисусе Христе Господь наш Иисус Христос Есть Бог И человек Он Бога-человек В нем Бог стал человеком Для того Чтобы Как говорит Афанасий Александрийский Человек мог стать Богом То есть С момента Вознесения Иисуса Христа На небеса И сидения Одесной Отца Как говорится В символе вера Человеческая природа Полностью открыта Для того Чтобы быть Пронизанной И соединенной С Богом Без уничтожения Без пожигания Без овладевания То есть Это не некое Насильственное действие Мы открыты Для того Чтобы Бог был в нас А мы были в нем И вот На праздник Святой Троицы Это собственно Впервые происходит Сходит Дух Святой И люди Преображаются Они становятся Другими Они становятся Пламенными проповедниками Действительно Их вера Основана уже Не на знании Не просто На каком-то Внешнем уверении То есть Это действительно Реальное преображение Человека И потому Вот Это событие Столь значимо Что теперь Все три лица Святой Троицы Непосредственно Действуют в этом мире И человек может Вот таким образом Теперь Жить Принимая святое крещение Усыновляясь Богу И Будучи членом Его церкви Ну и Я немножко Чуть-чуть опущу Я прошу прощения За пафос Нет как раз наоборот Это именно правильно Интересно Чего нам часто не хватает Так это в том числе Глубины пафоса В основном скользим По верхам Но тем не менее В том числе Насколько я понимаю Да появляется И Ну я не хочу Опять таких слов Но тем не менее Способ И институт Через который Человек Может к этому Приобщаться То есть грубо говоря Вот появляется то Через что Просто рядовой человек Да Не конкретный Там ученик Христа И прочее Вот у него появляется Возможность Через это Через это тоже присоединиться К этому К этому Единству с Богом И к этой Если хотите Миссии И к этому процессу Аминь Истинно так Есть такое замечательное слово Аминь Да Которое переводится На русский язык Славами Истинно так Так оно и есть Что действительно И больше того С этого момента По сути дела И книга Деяний Нам повествует Об этом буквально Вот с первых моментов Возникновения церкви Церковь становится Открытой Это Та самая Институция Хотя очень формальное слово То есть Приобщиться Усыновиться Удочериться Богу Теперь может Любой язычник Для апостолов На самом деле Это тоже Некий нонсенс И мы видим Что Первое описание Как апостол Пётр Ходил там В дом Корнилия Сотника Эта история Три раза повторяется В книге Деяний Сначала она просто Рассказывается Потом Значит Апостол Пётр Рассказывает Об этом Остальным апостолам Потом опять Она То есть Что вот Действительно Такое дело Что теперь Членами церкви Становятся язычники Без всяких Ограничений Без всяких То есть Как бы вопрос Крови Вопрос Принадлежности К богоизбранному Народу Израиля Отходит На второй план И мы увидим Что в течение Десятилетий Буквально То есть К 70-му году К моменту Разрушения Иерусалима Эта церковь Благодаря трудам Апостола Павла В частности Ну и естественно Деянием Духа Божия Эта церковь Становится В основном Церкви язычников Потому что Первоначально Христиан В Иерусалиме Не очень-то Принимают Несмотря на Таких людей Как Иаков Брат Божий Который По сути дела Был Величайшим Авторитетом У народа И то есть Как бы Несмотря на это Все равно Христиан Регулярно Пытаются В чем-то Обвинить Заточить В темнице Куда-нибудь Камнями Побить Как Архидиакона Стефана Вот То В момент Разрушения Иерусалима Христиане Руководствуются Прямыми словами Христа Который он им сказал Когда вы увидите Иерусалим Окруженный Войсками Тогда Бегите в горы И в тот момент Когда император Веспасян Ненадолго Снял Осаду Иерусалима Поскольку Его легионы В Риме Избрали императором И удалился Для того Чтобы вступить Что называется В должность Императора Римской империи Соответственно Христиане Вышли Из Иерусалима После чего Штурм был Возобновлен Иерусалим Пал Храм разрушен И тогда Традиционные Иудеи Стали вообще Христиан Еще и как Предателей Воспринимать Типа сбежали Типа не стали Защищать родной город Хотя как я уже сказал Это было прямое указание Спасителя Зафиксированное В Евангелии Ну и насколько Можно понять Для иудеев Вообще это был Переворот сознания То что Предлагалось Что истинная вера Передается не по крови Что Как бы Это действительно Стало открыто для всех И насколько я понимаю И для многих язычников Это тоже было Ну мягко говоря Необычно Потому что там тоже Как бы да Вопрос крови Как бы он бы Всегда был очень важен Но тут немножко тоньше Надо сказать Что иудеи ждали Мышааха Они ждали Мессию Так же как они продолжают Ждать его И сейчас И если бы этот А вот в пророчестве Иоэля Например Которое цитируется В книге Деяний Святых апостолов Это ветхозаветное Пророчество Которое принято Иудеями И тогда И сейчас Говорится о том Что Бог Излиет духа На всякую плоть То есть В мессианском Измерении Израиль Тоже становится Открытым Для всех Язычников Непонятно Я все-таки Не специалист В современных Толкованиях Иудейских Как бы детали Сказать не могу Но во всяком случае Открытым Для язычников Он становится Тоже Если Иисус из Назарета Это Мессия И вот здесь Как бы ключевой момент Мы признаем его Мессии Пришедшим Тем самым Бога Человека Иудея Не признают И вот этот Тот самый Водораздел Не столько Мессия К язычникам Сколько Для Израиль Продолжает жить Не будем Сейчас говорить О том Что они там Привнесли Что исказили Не будем Как бы С ними ссориться Сейчас В нашей передаче Я вас не призываю Я-то поссорился Уже Поэтому Да И Нет Я Ну как бы Смысл Как бы в том Что для них Все еще впереди А для нас Все уже Свершилось 2000 лет назад И в этом Главная Вот Главная проблема Я понимаю Да Что вы Не специалист По иудаизму И тому Что они там Привнесли Или вынесли Как бы Да Но вот Все-таки Вопрос интересный А почему Они так Не принимают Христа Как Мессия Ну Для них Мессия Это все-таки Земной царь Это тот Кто установит Вечное царство Израиля Вообще Израиля На земле На земле На земле Все-таки Вот Это принципиально Мы кстати За это и Христа И распяли По сути дела Потому что За три дня До распятия За четыре дня Его встречали Как мессию Постилали Пальмовые ветви Тот самый человек Который Тот самый Ну вот Как бы Человеком уже Он тоже был Тот самый Кто установит Вечное Царство Израиля Вообще Идеалом Библейским Устроение Земного Вообще Жития Бытия Является Теократия То есть Прямое Правление Бога Ну вот Был такой Интересный Эпизод Не очень Продолжительный В истории Израиля Когда Бог Непосредственно Управлял Своим народом Через пророков Это была Прямая Теократия Бог говорил Пророку Что делать Как вообще Быть Пророк Одновременно Являлся И вождем Народа И судьей И Его был Авторитет Нечеловеческий И напомню вам Что такое Отхождение От этого Идеала Было совершено Царем Саулом Когда Иудеи Попросили себе Царя Царь Это уже Не теократия Это Любой царь Хоть ветхозаветный Хоть современный Православный Это Божьей милостью Не Бог Правит А правит Царь Но Божьей милостью Иудеи ждали Что Мессия Восстановит Теократию Станет снова Тем человеком Через которого Бог будет править Своим народом Мы с Пасхой Слободима Говорим о празднике Троицы Продолжаем Точнее говорить Да Ну Вот Кстати говоря Тоже вопрос Который часто Возникает у людей Ну Ветхий завет Новый завет Пророки Ветхого завета Вот вы сейчас Вспомнили о том Как Бог На короткое время Прямо непосредственно Через пророков Руководил Значит Богоизбранным Народом А какова В этом смысле Это немножко Троица Прямого отношения Менеет Но тем не менее А какова В этом смысле Участь всех тех Кто Почил Что называется До Прихода Христа То есть Всех тех В том числе Ветхозаветных пророков Потому что Когда люди читают В том числе Большинство из нас Это люди Как бы такие Неофиты Которые Обратились к этому После Распада Советского Союза Или в перестройку Или прочее Ну и конечно Когда ты читаешь Ветхий и Новый завет Разница наразительная И некоторые вещи Из Ветхого завета Они просто В голове не укладываются Потому что Даже люди Как бы неверующие Все равно Воспитаны В христианской культуре И поэтому Возникает вопрос А вот с ними Это вот как вообще Ну вообще Ветхий завет Собственно Это название Появилось Только после того Как появился Завет Новый То есть Иногда поэтому Ветхий завет Так в народе Называют Старым заветом Есть Старый завет Есть Новый завет Ветхий Значит обветшавший В нем Не было развернуто Учение О рае и аде Именно поэтому Я вот в одной из Вот здесь Сегодня с вами До этого говорил Что в иудаизме Существовали Разные мнения По этому поводу Например Саддукея вообще Не верит В какой-то Посмерти души То есть О каком-то аде Рае вообще Речь не идет Фарисей Например Верит И По представлениям Современным Таким Как это воспринималось И как это было На самом деле До Сошествия Христа В ад Был ад Который назывался В Библии Шоулом То есть Место такого Вот Это не место Мучения Это место Такого Полу Или недобытия Такое место Забвения Место Где условно говоря Нет Бога Это такое Протухшее место Где в общем Всем хреново Хотя специально Никто никого не мучает Вот И туда Все сами мучаются Все сами мучаются Да Своими собственными Страстями Да И вот туда Спускается Христос Спускается После того Как он был Распят на кресте Его душа Как и положено В общем Сходит в ад И икона Которая чаще всего Если вы в храм приходите Допустим В воскресный день Или на Пасху Там может быть Двух видов икона Либо Икона Воскресения Христа Где Христос Выходит из гроба На нем белые одежды Вокруг него Стоят ангелы Либо икона Сошествия Христа В ад Которая тоже называется Иконой Воскресения Христова И греки Например Великую субботу Эту икону Кладут на аналой В центр храма Уже в Великую субботу Не в ночь пасхальную А накануне Когда Христос Сходит в ад И что там происходит Представьте себе Вы сидите такой Вот простите Я сейчас грубо Очень выражусь Сидите в собственном Дерьме в аду В Шиоле И тут вдруг Спускается к вам Спаситель Сам Христос И говорит Пойдем со мной Вот церковь Учит что Христос Спустился в ад И всех с собой позвал Всех кто был до него И протянул к ним руки И те кто Был готов За ним пойти Те кто его Узнал Сердцем Несмотря ни на что Несмотря на то Что там Какие-то были Любые другие Учения Заморочки Это касается Как иудеев Ветхого завета Так и Людоедов С острова Тумба-юмба Каких-нибудь там Абсолютных Язычников Или еще кого-нибудь Вот все они там Пребывали Независимо ни от чего Мучились по-разному Наверное Потому что Грехи и страсти У всех разные Но Вот он спускается Блюдоедов особенных Да К ним И Зовет с собой Всех И вот те Кто с ним пошел Тех он вывел Тех он спас И Дальше Вот Все зависит От наших Желаний И представлений Потому что Объективной картин Мы не знаем Кто-то считает Что он вывел Оттуда Ну только самых-самых Вот только тех Кто как бы Заслужил Кто-то говорит Что ад вообще С тех пор пуст Мертвый Не единого гробя Говорим мы на Пасху Да Что все за ним пошли Что настолько Его любовь И всемогущество Были велики Что никто не посмел Противиться Его призыву И его любви Когда ты уже Вот никаких Национальных Этнических Половых И прочих Все это уже Там не важно Как бы Потому что Есть вот Твое сердце И есть он И если твое сердце Не настолько испорчено Прогнило И протухло Что ты вообще Не способен Реагировать на свет Когда ты пытаешься От этого света Спрятаться Когда ты пытаешься От него убежать Когда тебе от него Невыносимо И ты говоришь Уйди от меня Господи Вот А когда В тебе есть то Что готово Откликнуться На его божественный призыв То ты оттуда Был выведен То есть в этот момент В этот момент Они стали христианами По сути Или не стали Или не стали Они должны были Определиться Это знаете Когда спрашивают А вот что ждет После смерти Там Неважно Атеиста Что ждет После смерти Святого человека Вот абсолютно Нет никакой разницы Нас всех ждет После смерти Встреча со Христом Это такой Ключевой момент Мы все с ним Там Вот мы умрем Все умрем Никто не избежит Этой участи И все с ним Встретимся А вот как пройдет Эта встреча С любовью Воплощенной Это зависит Не от него А от нас Он всех нас радостно Встретит Всех амнимет Ну людей практически Всегда интересует А какова Значит В граммах Что называется Степень протухлости сердца Которая не позволит Не позволит Вам пойти за ним Ну вот это невозможно Измерить К сожалению Поэтому это Вот за всю историю церкви За все две с лишним Тысячи лет Споры не прекращаются И Здесь действительно Рамки очень широки Начиная В том числе И великих святых Например Григорий Низкого Который считал Что всемогущество Божие Его любовь Не потерпит Ни одного человека в аду И кончая тому Что очень Это же тоже сказал Христос Узок путь И тесные врата Ведут в жизнь И немногие находят их Что действительно Только величайшие святые Могут Благодаря подвигу Всей жизни Как-то в это угольное Ушко Протиснуться А где истинно находится Не вдохновляет На самом деле Нет На самом деле Первое вдохновляет На то что На радость и любовь О Господе А второе вдохновляет На подвиги Вот То есть каждому свое Поэтому тут вот да Вот нету Законченного И окончательного Учения церкви О процентах Граммах Количествах И статистике Хотя мне кажется В основном люди Знаете как тоже Лукают и думают Ну можно ли мне еще Немножко потухнуть Или уже пора Как бы останавливаться Да как пишет Блаженный Августин Избавь меня от грехов Господи Но только не сейчас Да только не Только не сейчас Кстати Не совсем по теме Но тем не менее Мне кажется Очень актуально Ну вы сказали Что все мы умрем Вроде как Это не слишком радостно Но тем не менее Кстати Вот интересно будет Я тут буквально Недавно тоже Делал передачу Ну и периодически Эта тема касается Искусственный интеллект И все что с этим связано Как вы относитесь Ко всем вот этим Прогрессивским Так сказать Разговорам О том что Новые технологии Позволят нам Стать бессмертными Потому что Это физическое бессмертие Или электронное бессмертие Или так сказать Какое-то копирование Куда-то Да Оно все-таки Будоражит мысль человечества Прям вот не хочет она умирать Почему Потому что Ну как Понятно почему Да Хочется так сказать Грешить бесконечно Да И при этом Как-то вот Задеть и сохраниться И кстати Эта встреча Вот о которой вы говорите Да с Богом Как-нибудь избежать По возможности Идея Она на самом деле Восходит еще К первой половине 20 века Наиболее так развита Уже в середине 20 века С появлением компьютеров Носителей информации Что можно действительно Будет переписать Что вот когда-нибудь Мы Технологии совершенствуются Когда-нибудь Мы сможем Сознание переписать Однако Я У меня естественно Научное образование Я по образованию Физик-ядерщик Не биолог конечно Не нейробиолог Но все-таки я Представляю Хотя бы По научно-популярным Исследованиям Сложность Человеческого мозга Вполне вероятно Что она Недостижима В принципе Кроме того Как говорят Даже атеисты Буквально вчера Одного из них Слушал Наиболее известного И продвинутого Который точно говорит Что не только мозгом Не только мозгом Наше сознание живет По крайней мере Не только головным Все гораздо сложнее Хитрее Укоренено там В теле И так далее Поэтому переписать Полностью Скорее всего Не удастся никогда Технологии Несомненно Будут развиваться С моей точки зрения Остановить это невозможно То же самое Что можно было Долго бороться За запрещение Развития Ядерных технологий Но понятно Что пока мы живем В многополярном мире Судя по всему Судя по всему Останется все более Многополярным Говорить о том Что государство Конкурирует Друг с другом Любая технология Дающая преимущество Несомненно Будет развиваться Несомненно На первом этапе Она будет грязной Примерно так Как угольная энергетика Уничтожала Вокруг себя Тысячи квадратных Километров Природы Но с какого-то момента Человечество Умудрялось Взять его Под контроль Что будет В области Искусственного интеллекта Я сказать не могу Я все-таки не пророк Каждый раз С появлением Новых технологий Нам начинает казаться Что это Крайняя технология С которой человек Не справится Атомная война Все-таки уничтожит Всю жизнь на земле Как думали Там в 70-х годах Сейчас опять разговор Вроде как и не уничтожит Давайте покидаемся Вроде как и не всю Давайте покидаемся Опять ядерными бомбами Ну или по крайней мере Уж точно мы Сумели сейчас Уже построить Там безотходное Ядерное производство Эти наши реакторы Четвертого поколения БН-600 БН-800 На Белоярской станции Вообще потрясающая вещь Вот Поэтому сможем ли мы Поставить Искусственный интеллект На службу человечеству Или он нас всех сожрет Я сказать не могу Ну мы Немножко отклонились От темы передачи Тем не менее Считаю этот разговор Очень полезным Надеюсь что он Еще продолжится Всех Поздравляю С праздником Троиц Которые В канун которого Как бы вы слушаете Эту передачу Я напоминаю Что у нас в гостях Был отец Максим Первозванский Протерея Русской Православной Церкви Клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских В Спасской Слободе Я благодарю нашего гостя Это была программа Традиции Сергей Михеев И до новых встреч Традиции Традиции Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова